МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основная идея законопроекта – повысить конкурентоспособность малых форм торговли. Профильные министерства пока такую идею не разделяют. По их мнению, пострадают только потребители. Вы с этим согласны? Да, вы знаете, мы тоже не поддерживаем этот законопроект и вообще эту идею. Дело в том, что две основные проблемы малой торговли – это постоянный административный прессинг и отсутствие площадей. Проблема сетей, экзосилия, она, наверное, стоит, но я даже сейчас затрудняюсь сказать, на каком месте. Малые торговые форматы, если они в нестационарах, то они на птичьих правах. До сих пор не приняты поправки Минпромторга, регламентирующие работу нестационаров, и мобильной торговли. Этого формата вообще у нас, по сути, нет, он нелегален. И вот недавно, например, в Калуге снесли центральный рынок. В других городах похожая история есть. Я думаю, что предпринимателям, да, они в последнюю очередь думают о том, что где-то, как там работает Ашан на окраине города. Что должны делать региональные власти для поддержки малого бизнеса? Может быть, стоит снижать арендную плату? Тут, мне кажется, у нас другая проблема, что приличных помещений их вообще очень мало. Именно этим и больше ничем объясняется дороговизна товаров в России. Вы, когда заходите в сетевой магазин, там условно одежды, там все будет стоить в среднем в полтора раза дороже, чем в Европе. При том, что зарплата у нас ниже, логистика совершенно обычная. Ну, там налоги, в общем, тоже, так сказать, терпимые. Это объясняется единственной дороговизной площадей. Это главная во всем еще причина. И, соответственно, для малого бизнеса ситуация еще хуже. То есть магазины, которые выходят на улицу с отдельным входом, без какой-то сложной входной группы со ступенями и крыльцом, с витриной, их вообще почти нет. Вот, поэтому, что тут нужно делать? Нужно развиваться, да, им не откуда взяться, потому что у нас там советская застройка, постсоветская застройка. У нас принято держать офисы на первых этажах, еще что-то. И все это появляется очень медленно. Поэтому реальный выход – это возведение цивилизованных НТО, а не стационарных объектов. То есть это торговых галерей, павильонов, каких-то пассажей. То, что мы видим во всем мире. Что необходимо делать малым предприятиям, чтобы выжить? Здесь и, в общем, к федеральной власти есть вопросы. То есть пианические говорят, а давайте запретим торговать сигаретами. О, кому запретим? Сетям? Нет, не сетям. Запретим малым форматом. Причем это нигде не прописано на уровне никаких решений. Ну, просто, если кому-то надо запрещать. Кого? Начинаем с малых. Вот смотрите, за последние годы что произошло. НТО запретили торговать пивом. При том, что никаких цифр, что именно там происходят какие-то нарушения наиболее массовые, их, в общем, не существует. Затем киоском запретили продавать сигареты. Значит, сейчас там обсуждается, сейчас вот концепция Минздрава, она предусматривает вообще запрет торговли сигаретами в помещениях менее 50 метров. Это значит, у малого бизнеса их отнимут. Вот, а если человек, ну, курит, это входит в его, так сказать, потребительскую корзину, он уже не пойдет туда незачем, ему проще в другой магазин поехать, там, чтобы два раза в очереди не стоять. Он там купит все, и колбасу, и хлеб, там, и сыр, и все на свете. Вот, а люди этого не понимают. Говорят, ну, торгуйте хлебом, что вам мало, торгуйте молоком. Вот у нас известная проблема, это, значит, ограничения по спиртному, который регионы вводят, и ограничения по сигаретам, там, на федеральном уровне. Значит, 100 метров от образовательных учреждений. Образовательные учреждения не школа, а курсы кройки и шитья тоже. Вот курсы открыли, все, будь добр, так сказать, заканчивай работу. Слушай, туда ходят взрослые люди. Ну, так хочется спросить коллеги, ну, вы что, там, ну, не видите, что это нонсенс. Вот, ну, к этому так относятся, да ладно, там, слушайте, давайте лучше поговорим про импортозамещение. Это вот важнее, интереснее. И люди зачастую не понимают, что все это связано глубоко. Поправки к закону о торговле мы обсуждали с вице-президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», председателем Координационного совета профсоюза предпринимателей «Лига свободы» Владленом Максимовым. Мы говорили о том, стоит ли ограничивать работу гипермаркетов и поможет ли это малому бизнесу.